Стены крепости и сегодня хранят тишину. Только иногда порывистый ветер прерывает неспешный ход времени, покрывая обледенелые стены мемориала тонким слоем снега. Семь десятилетий позади, но та могущественность и величественность, которую хранит Брестская крепость, остается нерушимой. Память – вот основа истории любого государства. Память о героях – это долг каждого из нас, наследников солдат Победы, который начал оковаться здесь, на берегу Западного Буга. Задача современников – сохранить это историческое наследие, чтобы спустя годы, приводя в цитадель детей и внуков, снова и снова рассказывать о том, что происходило на их родине много лет назад. То, что за годы существования Музея обороны, мемориального комплекса, мемориал посетили более 23 миллионов человек, это говорит о том, что наш мемориальный комплекс служит не только нашим людям, постсоветского пространства, белорусам, русским, украинцам, других национальностей. Видимо, он значим для всего мирового пространства, если так можно выразиться. Продолжают открывать новые страницы в летописи истории войны и сотрудники крепости. Последнее детище творческого исторического коллектива – уникальная экспозиция Музея войны «Территория мира», которая торжественно открылась в мемориале 22 июня 2014 года. Инициатива, реализованная при поддержке «Белтрансгаза», собственником которой является «Газпром», получила общественное признание и вместе с его авторами и вдохновителями в последние дни уходящего года удостоилась одной из наиболее высоких государственных наград – специальной премии за большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Есть много и других замечательных музейных коллективов в нашей стране. Знаем, что некоторые из них тоже принимали участие, подавали документы в номинации на специальной премии президента нашей страны. Но когда услышали реально, что указ главы государства подписан, и мы вошли в число номинантов, нам действительно было очень приятно. Это действительно оценка труда нашего коллектива, всего оценка труда творческой группы, художников. Сегодня авторы экспозиции с удовольствием рассказывают о большой и кропотливой работе, которая легла в основу исторического проекта, разместившегося в восьми сохранившихся казематах юго-восточной казармы крепости. В коллекции – личные вещи защитников цитадели, дневники, записки. Даже бойницы и разрушенные снарядами стены стали неотъемлемой частью музея. Уникальная историческая составляющая удачно дополнена современными мультимедийными технологиями. К слову, в своем большинстве – белорусского производства. Сенсорная книга памяти, полистать которую можно одним взмахом руки, информационный стенд с доступом в архив данных погибших, уникальное звездное небо, идентичное с тем, которое видели защитники цитадели в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. За полгода экспозицию посетили практически 20 тысяч гостей. Для сотрудников музея популярность проекта – самая большая награда за грандиозную проделанную работу. Когда музей открывался, мы, конечно, думали о том, что посетителей будет реально много, потому что это новая экспозиция. Наверное, на территории Беларуси такой экспозиции оригинальной нет. Музей Великой Отечественной войны, который был открыт в городе Минске, он тоже очень интересен, но он больше по масштабам, и там тема, конечно, более широкая, он тоже очень большой интерес представляет, но наш более такой камерный. И поэтому мы надеялись на то, что посетителей будет реально много, и на сегодняшний день, можно сказать, что, наверное, наши надежды оправдались, потому что нас уже посетило более 18 тысяч человек.